Атомный велопробег прошел в минувшие выходные в Екатеринбурге. Его участники подсчитывали не только километры, но и миллизиверты, выясняя радиационный фон в различных частях города. У нас в студии он, кстати, по-прежнему в норме. Ну а как фонит город, знает Ксения Башкирцева. Поехали! В путь участники атомного велопробега пускаются не только со спортивным интересом. Задача найти не самые живописные, а самые радиоактивные места Екатеринбурга. Совместить приятное с дозиметром решили два десятка человек. В пробеге с таким фоном они участвуют впервые. Было интересно проехать с ребятами в группе по какому-то определенному маршруту, посмотреть город. Ну и также, конечно же, научная составляющая данного проекта – это цель сделать замеры радиоактивного фона в разных точках города. Велоисследователи разделились на группы и разъехались на все четыре стороны. Остановки с дозиметром делают в местах массовых скоплений горожан, в частности, возле вузов и памятников. Каждый участник может предложить свою точку замера. Например, узнать, какой фон создают экспонаты геологического музея, среди которых немало космических тел. Сейчас вот 0,11 микрозиверс в час – это радиационный фон в норме. Мы записываем в журнал показатели. Записываем пять показателей и потом выводим среднюю цифру для каждой контрольной точки. В атомный пробег екатеринбуржские велосипедисты отправились вслед за коллегами из Владимира. Там радиационный фон измерили еще весной. Дозиметр разрушил многие сомнения горожан. Главное, что радиация – это всегда опасно. Радиация – это то, что находится внутри каждого из нас. То есть каждый из нас, если встать на наш радиометр, он покажет тот уровень радиации, который находится в вашем теле. Это все вокруг нас. Это абсолютно естественно. Мы без этого бы не смогли никак ни жить, ни функционировать. Потому что это естественное явление. И это мы и хотим донести до людей. Замеры сделали в 30 различных точках. Главным образом – в центре Екатеринбурга. Все результаты расставили на городской карте. Радиационный фон уральской столицы в целом исследователей порадовал. Самый высокий показатель на площади перед вокзалом. Но и он гораздо ниже нормы. В перекресток центральной улицы проспекта Ленина и улицы Восточной – 0,06 мсв в час. А вот та группа, которая делала замеры у памятника добровольческому корпусу – 0,44 мсв в час. Скорее всего, это наличие мрамора, гранитных памятников, постаментов. Интерактивную карту организаторы велопробега уже выложили в интернет. Ознакомиться с ней может каждый. Как и принять участие в следующих катаниях с дозиметром. Обновлять данные планируют ежегодно. Тиня Башкирцева, Андрей Снопиков. Новости 41-го канала.